Очередное планерное совещание прошло в зале администрации районов в режиме ВКС. Первым вопросом по вестке дня стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в Кашхабском районе. По данной теме выступил начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев. На сегодняшнюю дату на лечении находится 408 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 329 человек, на стационарном лечении находится 79 человек. Значит, пошел очень резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы это проследить, я вам немножко скажу статистику следующую. На 1 января на территории района коронавирусной инфекцией болело 87 человек. Из них 43 амбулаторное лечение, 44 стационарное лечение. На 15 число, через 2 недели, уже болело 138 человек. Значит, на 24 число, на прошлый понедельник, было на лечении 203 человека и сегодня 408 человек. То есть, в арифметической прогрессии наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Далее, о ходе прививочной кампании на территории района доложил управляющий делами администрации заместитель главы района Рустам Хасанов. В 78 человек у нас в целом по району определены волонтеры, но работники естественно сельских поселений. Волонтерская работа организована следующим. Как вы знаете, создан колл-центр, который сейчас работает без смены. В дальнейшем, если это будет необходимость, она будет приведена на полусуточную работу. Информация оперативно поступает у нас от колл-центра в Кашхарский район. Пиццаристы отрабатывают и направляют вашим волонтерам в поселение ту информацию, которая у нас поступила. Естественно, это в помощь жительнице достатки лекарств, продуктов питания и так далее. Также хочу напомнить, что у нас волонтеры раньше работали в помощь местным облаториям и ФАПам. Эту работу тоже нужно продолжать. В своем выступлении Рустам Хасанов отметил, что в районе на должном уровне организована работа волонтеров. На сегодняшний день их количество составляет 78 человек. Сегодня 13 512 человек провоцинировалось по Кашхарскому району, что составляет 73,6%. Но работу ни в коем случае нельзя прекращать. Наоборот, нужно усилить работу по информированию населения о необходимости вакцинации и ревакцинации. Так как вы все знаете, что ни один человек не попадает в социал, тем более на герой, который прошел вакцинацию и ревакцинацию. Все они у нас болеют. Это факт, что болеют. Но болеют в легкой форме дома. Для информации, срок изоляции, в том числе и контактных, сокращен с 14 дней до 7 дней. По традиции, на планерке были рассмотрены и другие немаловажные вопросы. В конце совещания Заур Хамирзов вручил благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие Кашхатского сельского поселения главе администрации поселения Хазрету Бурсову, который по состоянию здоровья оставляет свой пост. За последние годы все видят, как Кашхатский преобразился, в каком состоянии санитарном, по участию в федеральных целях программах он состоял. Я думаю, что работа была очень правильная, очень грамотно выстроенная. И что очень немаловажно, и всегда в податках, которые я очень импонировал, это умение находить общий язык с населением. Я хочу искренне вас поблагодарить за вашу тяжелую работу, особенно Кашхабы, это не просто аул, это район и центр, на котором равняются очень многие другие главы сельских поселений, не только Кашхабовского района, а здоровья тебе, по-близким. Главу Кашхабского сельского поселения за добросовестный труд поблагодарили также коллектив администрации поселения, председатель общественного движения ДКХС Амин Непшикуев. Азербайджан Газаринович, депутатский корпус Совета народных депутатов Кашхабовского сельского поселения хочет отметить вас таким благодарственным письмом и благодаря вас за плодотворный труд, который вы совместно с ними проводили на территории Кашхабовского сельского поселения. От депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабовского сельского поселения выражаю искреннюю благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество. На протяжении многих лет совместно с представительным органом вы проводили храпотливую работу на благо жителей аула Кашхаба и его благоустройства. Желаем вам дальнейшей эффективной работы, прекрасного самочувствия, успехов и процветания. Это от Совета народных депутатов. Кроме этого, вы стали руководителем администрации сельского поселения в сложный период становления, принимали активное участие в формировании коллектива и поэтому коллектив Кашхабовское сельское поселение точно так же благодарит вас. С ваших слов я помню, что когда вы стали руководителем, бюджет поселения составил 600 тысяч рублей. На сегодняшний день это почти 30 миллионов рублей. В этом есть ваш большой вклад, ваш труд. Поэтому и коллектива тоже, поэтому коллектив Кашхабовское сельское поселение точно так же вас благодарит за работу, которую вы провели, за тот вклад, за огромный труд, за терпение, которое вы проявляли. Вот таким благодарственным письмом хочу вам вручить. Мы с вами сотрудничаем уже с 2013 года. В системе общественного движения и администрации вы принимали всегда очень активное участие. Вы много лет являетесь членом Совета Республиканского движения и администрации. Ваша помощь, ваш труд в отношении людей, в отношении функционирования общественного движения очень большое. Вы всегда были в курсе дела и всегда оказывали нам неперсональную активную поддержку во всех национальных, во всех мероприятиях, во всех организационных встречах районного и республиканского штаба. Вы всегда нагадили, с вами нагадили общий язык и я чувствовал всегда вашу поддержку. Народ благодарит вас и самое важное, ваш труд, конечно, это не вы один делали, вы это делали вместе с своим коллективом и с огромной, величайшей помощью, значит, головы района. Конечно, а за это ничего было гладко, я знаю, что вы душевно переживали по многим вопросам, переживали за тех людей, которые проживали в Ауле, и я не помню ни одного случая, ни по разговору, ни по каким-то непонятным вещам, чтобы вы посетили пришедший к вам, а ученик ушел бы с кабинета чем-то сильным, недовольным или непонятным. Вы всегда душой относились к людям. Это честь и хвала вам, вашему роду, и еще раз благодарим за вашу работу, за ваш труд. С ответным словом выступил Хазрет Газраилович Борсов. Хочется поблагодарить, конечно, руководство Республики Адыгея, в частности, главу Республики Мурат Корольбевич, который за столько лет работает, понимал нашу работу, видел нашу работу, и всегда добрым словом это все было сказано. И отдельное ему спасибо. Хочется поблагодарить за ура Скорбевича Хамирзова, главу Кашхабарского района, который больше всех, наверное, переживал за меня, и его огромное спасибо. Хочется сказать отдельное спасибо, конечно, моему коллективу, депутатскому корпусу, с которым мне пришлось работать столько времени. Если бы не они, наверное, ничего не получалось бы, поэтому огромное спасибо всем, которые до сих пор меня понимали, видели. В связи с уходом на заслуженный отдых, благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, ответственность, преданность делу и высокий профессионализм также было вручено начальнику правового управления администрации района Наталье Остапенко.